здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я рассказывал о том что я купил кондора на газпром и сегодня истекает срок действия тех опционов которые входили в ту стратегию давайте посмотрим что произошло с кондором были проданы три опциона put со страйком 24750 были проданы также три опциона call со страйком 24750 сейчас вы их не видите потому что я их выкупил назад я объясню почему и были куплены 4 опциона put со страйком 24500 и были куплены опцию опционы call со страйком 25000 что произошло я понимаю что слушается как абракадабра на самом деле но если вы проходили курс биржи для чайника вы уже может быть что-то начнете понимать ну а для тех кто не прошел я говорю что его можно пройти ссылочку вон там это первое а второе да и я сейчас готовлю курс по опционам дело в том что опционы позволяют получить выгоду но на падающем рынке и выгоду на стагнирующем рынке когда ничего не меняется вот и поэтому то есть я ожидаю в ближайшее время как раз не растущий рынок поэтому я сейчас плотно и занимаюсь опционами и так вот это вот стратегия кондор она позволяет получать прибыль когда ничего не меняется вот сейчас давайте посмотрим на страйки на эти самые сейчас я нарисую 24750 ну примерно вот здесь теперь я рисую 24 500 ну 24 500 здесь видно и 25000 видно ну давайте нарисуем на всякий случай вот они эти страйки вот я продал опционы это была максимальная цена за опционы и я купил 4 опциона вот этих и 4 опциона вот этих что случилось посмотрите ну на самом деле ситуация крайне неприятная случилось потому что если бы я рисовал помните если бы цена на газпром ушла вверх сильно то я был бы в плюсе если бы цена на газпром ушла сильно вниз я был бы в плюсе в хорошем если бы цена осталась ровно на этой отметке я тоже был бы в плюсе но если цена приближается либо вот в к этой границе либо вот в этой то в общем то я в минусе что в принципе и случилось смотрите опцион put вот с этим страйком я его продал и я получил за него деньги там небольшие деньги были там по моему 500 рублей вот можно посмотреть там видео я получил за него деньги и опцион put с этим страйком сегодня равен нулю то есть я получил деньги и никому ничего не должен это хорошо тут же я купил опцион продал опцион call с этим вот страйком но цена ушла выше опцион стал в деньгах кто заплатит эти деньги то есть я получил 500 рублей кто заплатит эти деньги тому кто купил опцион тот кто продал то есть я а этот опцион уже в деньгах и я должен заплатить посмотрите сколько 24 500 а здесь 25 197 600 рублей а продал его за 500 рублей то есть я его я должен заплатить этому человеку был но я выкупил этот опцион вы видите у меня нету опционов кол которые в деньги ушли вот я их выкупил по моему вчера или позавчера ну за меньшую сумму чем я продал конечно но тем не менее вернее за большую то есть я здесь понес убыток на этом деле а вот этот опцион вот 25 25 кол у меня в деньгах но сколько я за него получу смотрите двадцать пять тысяч а здесь 25 190 25 200 я за него получу 200 рублей за каждый опцион кол 200 умножить на 4 короче говоря это не перекрывает тех доходов которые я получил от продажи опционов потому что я продал три опциона вот они я их по 500 рублей это полторы тысячи вот но тем не менее я все эти деньги истратил на покупку опционов на покупку опционов вот те четыре опционы которые путь я купил они превратятся в прах сейчас а вот этой опционы в деньгах но соответственно по 200 рублей за штуку чем выше ушла бы цена тем дороже стоили бы вот эти опционы но она ушла к сожалению не так дорого и здесь у меня в общем-то убытки они не очень большие там в размере там что-то рублей 400 может быть но они есть вот но почему они есть я уже объяснил потому что цена изменилась не сильно и почему я сейчас заморачиваются с опционами потому что опционы как раз позволяют есть стратегии которые позволяют зарабатывать деньги если цена например не сильно изменится мы можем оставаться в прибыли есть такая стратегия и мы ставим на то что цена не сильно изменится мы можем поставить на то что цена сильно изменится мы тогда останемся в прибыли но в данном случае вот конкретно с газпром я рассчитывал что цена сильно изменится она изменилась не сильно поэтому Поэтому здесь я немножечко пролетел. Совсем мало. Но он контролируемый, этот пролет. Ну и там 400 рублей, согласитесь, это не те деньги, ради которых стоит расстраиваться. Что я сейчас сделал после этого? Ну, Газпром на самом деле не самый лучший опцион и не самый лучший актив, которым надо торговать на опционах, потому что он не очень ликвидный. А самый ликвидный это, ну, естественно, сишка, то есть опцион на доллар. И еще самый ликвидный инструмент это нефть и РТС, на индекс РТС. В данном случае я сейчас закупился опционами на индекс РТС. Я делаю ставку на то, что индекс РТС будет падать. Почему? Потому что он в последнее время, предновогоднее ралли, и в Америке рос индекс S&P 500. Это повлекло за собой. И Трамп постоянно там накачивает. Давай, 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 давай. Вот, что типа мы переговоры с Китаем, все, так сказать, завершается. Все хорошо, все хорошо, наши акции растут. Они действительно растут. Вот, индекс S&P 500. Что это значит? Значит, это значит, что в мире поднимается оптимизм, и индекс S&P 500 растет, а это значит, что промышленность будет работать. Следовательно, от этого растут цены на нефть. Раз цены на нефть растут, значит, индекс РТС растет, потому что вроде как и у нас все хорошо становится. И доллар падает. Вы заметили, что доллар упал, еще и ставку снизили. Ну, как бы, то есть, это позволило нам снизить ставку, но при этом доллар все равно не поднялся. В смысле, рубль к доллару не поднялся. То есть, рубль не упал. Рубль у нас сейчас крепкий, как никогда. Хотя кто-то и паниковал, что доллар будет стоить 70 рублей, 80 рублей. Ну, вот он, ребята. Ничего не будет. То есть, я в доллары вообще не заморачиваюсь. И индекс S&P 500 рос, и индекс РТС рос. И они... Ну, сколько можно расти? Я ожидаю, что новогоднее ралли вот-вот закончится. Вот, посмотрите. Давайте я уже даже недельный график сейчас включу. Недельный график. Посмотрите, как растет индекс РТС. Вот как он растет. Понимаете? Ну, это вот за последний там сколько там? С марта месяца? Ну, это фьючерс на индекс РТС. Вот. И он растет-растет, но я сейчас ожидаю, что он будет падать, ну, где-то вот до 140. И поэтому я взял опционы со сроком экспирации. Ну, в данный момент я рассматриваю 16.01. То есть, я надеюсь, что к середине января будет некий провал. И поэтому я на это рассчитываю. Ну, где-то вот, ну, хотя бы до 140. В общем, хотелось бы до 130, конечно. Ну, пусть будет даже если 142. Я тут набрал опционов. Я сейчас... Ну, вы видите вот эти опционы. Вот, начиная отсюда, это все дальше. Это опционы на индекс РТС. У меня куплено 5 опционов с датой экспирации в феврале, 20 февраля. И куплены опционы ПУД. Ну, остальные все вот эти вот, они куплены с датой экспирации 16.01. Проданы 16.01. Все остальное на 16.01. То есть, до 16.01 я заложил вот такую стратегию. Давайте посмотрим, что будет с этой стратегией. Вот, к чему она приведет. Вот, посмотрите, вертикальная линия – это то, что сейчас индекс РТС. Вертикальная линия. Если индекс РТС вырастет, то, в общем-то, я окажусь в убытках. Если индекс РТС упадет, на что я рассчитываю. Вот, ну, скажем, до 140, то у меня будет плюс 45 тысяч рублей. Вот, прибыль. Ну, все затраты здесь в районе 5 или 6 тысяч рублей. Больше я здесь не истратил. Вот, прибыль может быть, пожалуйста, 45 тысяч рублей. Ну, а убыток может быть, ну, в районе, вот, ну, в данный момент 15 тысяч рублей. Может быть убыток, если индекс РТС пойдет вверх. То есть, я говорю, что я ставлю на то, что индекс РТС опустится. Ну, если он опустится, это вот до 140. Вот, до 140, 142, ну, вот, где-то вот 35 тысяч рублей прибыль, если он упадет. Ну, а если он упадет до 130, то давайте посмотрим, что будет до 130. Так, где тут у нас 130? Ой, да сумасшедшие деньги. Ну, вот так. Это возможно вполне, потому что там куплено достаточно большое количество опционов пут, и они окажутся все в плюсе. Вот, ну, о том, как торговать опционами, я сейчас готовлю, опять же говорю, что курс, как торговать опционами, это будет логическое продолжение курса биржа для чайников. Если вы не прошли курс биржи для чайников, то, в общем сказать, с опционами, вы мало что поймете, прямо скажем. Это достаточно сложные инструменты, но они позволяют построить им такие стратегии, что можно достаточно легко получать прибыль на падающем рынке. В принципе, вот, если рынок будет падать, то, в общем-то сказать, без вариантов надо идти на срочный рынок и учиться торговать опционами. А мы посмотрим, какой рынок будет, если будет кризис, ребята, опционы. Вот, ну, а на сегодня все. Оставайтесь на моем канале, поставьте, пожалуйста, лайк, колокольчик, и я буду держать вас в курсе, что будет происходить дальше. До встречи. С вами был Демитков Юрий.